Приветствую, меня зовут Денис Гринщенко и мы продолжаем с вами создавать компьютерные игры. Сегодня мы продолжим создавать игру «Танчики 90-х». На предыдущих уроках мы создали два танка, создали им патроны, научили их между собой воевать. Сегодня мы создадим карту и попробуем, что у нас из этого выйдет. Как создать карту? Нужно добавить какие-то определенные спрайты. Я предлагаю, как в Марио, создать вращающийся спрайт, которого нельзя будет дотрагиваться. Давайте приступим. Добавляем новый спрайт. В качестве этого спрайта нам подойдет спрайт пада. Пад. Отлично. Поместим его в определенную точку, например, по центру и напишем ему статические координаты. Когда флажок нажат, перейти x и y. Напомню, что центр экрана – это когда x и y равняются 0. запустим, посмотрим. Что с ним сделать? Давайте его научим вращаться. В цикле всегда в движении мы выберем команду повернуться в направлении, например, на 1 градус. Замечательно. Оно вращается. Что у нас будет происходить? Если стрельнет первый танк, давайте запустим, изменим язык на английский. Напомню, запустим игру. Давайте попробуем стрельнуть. Пулька пролетает, как будто этого препятствия нет. Давайте запретим пульки и первому танку, и второму танку пролетать сквозь это препятствие. Как это сделать? Вернемся к пульку первого танка, скрип пульки. Добавим еще одно условие. Благодаря оператору или поместим. И добавим название спрайта, сквозь которое нельзя пролетать. Касается указатель мышки. Вместо указателя мышки выберем название спрайта. Это пад. Замечательно. Давайте попробуем стрельнуть первым танком. Вот такая вот блокада не пролетает. Видите? То есть спрайт прячется перед тем, как долететь до второго. Замечательно. Проделаем то же самое для второго танка. Достаем условие. Помещаем еще один оператор или в этот оператор. В сенсорах выбираем команду, касается указатель мышки. Вместо указателя мышки выбираем спрайт, сквозь которого нельзя пролететь. Это будет спрайт пад. Поместим все по своим местам и проверим, что у нас получилось. Угу. Не стреляет, не пройдешь. Замечательно. Можно придумать какой-то лабиринт. Давайте на сцене нарисуем несколько линий, сквозь которые запринтим проходить танком. А стрелять, например, можно будет. Выбираем инструмент линии, зажимаем клавишу shift и нарисуем что-то похожее. Да, ребят, чтобы линии получались идеально ровные, держим клавишу shift и ведем эту линию. Примерно вот что-то в этом роде у нас должно получиться. Если у нас запущенная векторная графика, мы можем изменять размер спрайтов бесконечно. Поставим вот примерно вот таким вот образом. Замечательно. Угу. А как же танки там пройдут? Давайте чуть укоротим. В пределах разумного расставим спрайты. Вот так вот. Нам нужно будет обязательно развернуться и поехать туда. Так, и еще, чтобы изначально спрайт не касался танка. Еще раз запустим игру и отодвинем. Смотрим. Сразу мониторим и на сцене, и на области рисования. Можно этому тоже чуть-чуть ниже опустить. Ширину спрайта можно изменить. Изменив это число. Например, десять. И этому также десяточку напишем. Класс. Ну что? Что у нас получается? По-прежнему танки умеют проходить сквозь это препятствие. Кстати, давайте изменим размер танка, чтобы они были чуточку меньше. Вместо размера 100 пишем 60. О! Первый уменьшился. Второму танку также прописываем размер 60. Нажимаем Enter. Он также уменьшился. Так, ну что? Что будет? Сможет он здесь пройти? Да. Так намного интенснее. Замечательно. Давайте запретим танкам проходить сквозь спрайт вот этого вот крутящегося. Либо наоборот сделаем, что если танк коснется этого крутящегося спрайта, у нас изменится жизнь на минус один. А сквозь черный запретим проходить. Как это сделать? Переходим в первый танк. И выбираем, ищем команду, где мы писали управление. Смотрите, что происходит. Если танк шел вверх, то есть 10 шагов, 3 шага, и случайно встретил цвет препятствия, он должен идти противоположное количество шагов, то есть минус 3. Если он шел вниз, при этом шел минус 2 шага, он должен идти противоположное количество шагов, то есть 2 шага. Давайте попробуем это реализовать для первого танка. Выбираем оператор управления, если то, помещаем пока для вверх. Если он коснулся, еще раз, если то, сенсоры. Если он коснулся цвета. Цвет, цвет спрайта. Как это добавить? Выбираем сенсора, команду касается цвета. Вместо цвета нажимаем на кисточку и выбираем черный цвет. Замечательный цвет, сдублированный. То мы должны идти противоположное количество шагов. То есть шли 3, идем минус 3. Минус 3. Проверим. Идем вверх, а не пройдет. А задом? А задом можно будет, да? Заднее сдавать. А заднее может. А уже назад не зайдет. Давайте для заднего хода также напишем. Управление. Если то, когда он шел минус 2 шага, и случайно встретил черный цвет, добавляем опять сенсоры. Касается цвета команда. Нажимаем на окошечко с выбором цвета и выбираем вот такую вот пипеточку. Выбираем цвет. И выбираем цвет черного. Черный цвет. Замечательно. В движении пишем идти 2 шага. Угу. Пробуем. Вперед не заходит. Задним ходом. Также не может зайти. Аналогичным образом можно проделать и для поворотов. Если поворачивается влево и касается черного цвета, идет противоположное количество градусов. Если идет вправо и касается черного цвета, поворачивается в противоположную сторону на то же количество градусов. Изменим аналогично первому танку. Вспомним. Условия цикла с предусловием «Если то», можно сразу автоматически поставить и там, и там. выбираем цвет. Сенсоры касается цвета. Не запутайтесь, ребята. Важно поставить именно в то условие, которое нужно. Выбираем цвет. Выбираем черный цвет. Можно сдублировать эту команду правой клавишей мышки. Ух ты. Дублировать. Поместили. Забрали отсюда. Сюда. И противоположное количество шагов. Шли 3. Идем. Минус 3. Шли 2. Идти. Идти. 2. 2. Проверим. Не заходит. Не заходит. Не заходит. Задним ходом также, я думаю, он не зайдет. Язык. Должен стоять английский. Расклад какой авиатуры. Напомню. Замечательно. Ну что. Давайте отнимать жизни. До тех пор, пока спрайт касается. Ага. Либо мы можем сделать либо перезагрузку игры, либо отнять жизни. Давайте отнимем жизни. Так. Тем танком, к которым мы шли, мы должны проверить, коснулись ли мы спрайта, либо давайте этот спрайт пусть проверяет. Прямо здесь он будет проверять. Для спрайта препятствия пишем следующий скрипт. Когда флажок нажат, управление повторять всегда. Что он всегда будет повторять? Он должен смотреть, касается он кого-то из танков. И если он его коснется, он должен у него с переменной отнять количество очков, количество жизней. И ждать до тех пор, пока он опять не коснется. Давайте проверим. Если то, в начале запретим проходить первому танку. Сенсор касается указатель мышки. Вместо указателя мышки выбираем название спрайта, которого мы должны коснуться, не должны коснуться или должны. Изменяем значение переменной этого же спрайта. Изменить значение переменной 1, поскольку это первый танк, на минус 1. И также для второго пишем. Если то, можно сдублировать, а можно заново написать. Если то, сенсоры. Касается указатель мышки. Вместо указателя мышки выбираем название второго танка. И изменяем, соответственно, его переменную. Изменить переменную 2. Переменную 2 на минус 1. Давайте проверим. Ну что, пройдем первым танком изначально. Так, черный не проходит. Пока доедет еще. Угу. Видите, реально пройти и можно добраться до второго танка. Давайте попробуем жизни потратить. Опа! Ты проиграл. Сразу же переменная отнимается. Ну, поскольку переменная в каждой итерации цикла изменяется на минус 1. А нам нужно 1 раз столкнулись, 1 раз жизнь забрали. Как это сделать? Приступим к выполнению. Выбираем команду ждать до. Ждать здесь до и ждать здесь до. Выбираем оператор инверсию. Не. Инверсия это противоположное значение. Противоположное условие. То есть, если он коснулся button 3, он должен ждать пока он не касается button 3. Так, не касается button 3. И опять в сенсорах выбираем касается указатель мышки, не касается указатель мышки, вместо не касается указатель мышки не касается button 2. Проверим. Видели переменная, как загналась, да? Какой минус глубокий. Так, погнали. Угу. Коснулись. Опа! Отняли. Не касается. Еще раз. Два. Одна жизнь осталась. Наконец-то ноль жизни осталось. И последний раз, когда коснется. Будет гейм овер. То есть, мы разрешили минус загонять. То есть, у нас все-таки 4 жизни. Карта есть. Можно пофантазировать, нарисовать больше черных участков. Ну, в пределах разумного. Чтобы вы могли доехать до вражеского танка. Вот. И играть с друзьями, с папами, мамами. Первое, что мы сделали. Мы создали танки. Управляли с помощью клавиш. Стрелка вниз, слева, право. И клавиш W, A, S, D. Создали два патрона. Стреляли с помощью пробела. И клавиши 0. Создали перемены с жизнями. Каждый раз, когда касалась вражеская пулька, мы отнимали жизни. И смотрели, если у нас перемены значения меньше нуля. Мы останавливали игру и выводили диалог. Ты проиграл. Следующее, что мы сделали. Мы добавили сцену. Мы добавили фон. Мы запретили танку проходить сквозь черный цвет в нашем случае. И добавили препятствие. Вращающее зеленое препятствие. Если мы его касались, мы забирали жизни. И, соответственно, если жизни было меньше нуля, мы останавливали игру. Ну, вот и все. Мы создали танчики 90-х. Можно их дальше усовершенствовать. Добавлять какие-то аптечки. Добавлять разные патроны. Ну, и так можно играть. Довольно прикольно. Все, ребят. Закончили. До новых встреч.